сейчас выйдем в эфир во всех во всех наших остальных сетях во экран телеграме сейчас многие больше всего любят смотреть телеграме потому что это удобно и сразу можешь посмотреть если ты не посмотрел тут и потом сразу ваш после урока посмотреть записи ты можешь послушать аудио в записи и в телеграме еще чем удобно очень удобно в телеграме что б.б.а. лодка значит сегодня у нас третий день четвертый день 4 недели и значит на сегодня мишлей 31 глава потому что 7 31 мая значит очень удобно в телеграме слушать потому что там есть не только мои уроки там есть множество других уроков наших лекторов каждый день канале в телеграме вы можете вы можете в телеграм канале смотреть все наши уроки которые только есть и помимо этого у нас есть еще вот очень важный бот то есть телеграме жизнь по торе этот год позволяет позволяет изучать мишлей или совет рыбаевского рэба прямо в телеграме очень удобно ты нажимаешь кнопочку нам совет дня бах тебе пришел средня и это прям конкретно тебе совет от рэба и совет тебе от царя свобода ты послушал этот совет не послушал прочитал потом ты думаешь хорошо может быть мне еще какой-то совет нажимаешь кнопку случайный совет или случайная притча случайно это слово не очень вообще не подходит потому что в этом мире нет ничего случайного все в этом мире причина следственных связей является одно цепляется на другое поэтому тот тот отрыва который придет тебе это конкретно всевышний обращается в данный момент к тебе и когда ты это понимаешь и ты хочешь это использовать для принятия решения вчера ко мне один человек пришел и говори пицка вот как мне принимать правильные решения я могу смотри слово правильно одно очень сильно прямо сомнительное такое слово да что значит правильные решения человек хочет пройти с точки а в точку б и он выбирает прямо это самый короткий путь теперь именно на этом пути пути его по ходу покусала собака например да и он говорит как же они правильно решил лучше бы я пошел бы по по кривой дорожки по которой там зато много людей ходит там собак нету их неправильно решил что пошел по прямой понятно да идея то есть каждый момент когда у нас что-то происходит в жизни он меняет меняет правильность решения или неправильность понятная идея он горит а как же мне принимать решение при вчера у меня был разговор я говорю смотри у человека его свобода его свобода полная свобода выбора она только внутри то есть когда ты уже начинаешь действовать начинаешь разговаривать как говорится ли адам марах от лев для чека есть все пути его сердце его мышление уме шэм манэ лошон от бога ответ языка уже когда ты начинаешь говорить уже уже что-то произошло уже ты можешь сказать так или по-другому тебя пойму так или по-другому то есть это уже не твое окружающий мир принадлежит всевышнему теперь но если ты если ты внутри что такое правильное решение ты внутри выбираешь первое первое самое главное чего начинается шелха нарух есть у нас сборник законов называется шелха нарух накрытый стол это еврейский закон который написал равйосиф короб 500 лет назад в цфате он написал труд называется накрытый стол до этого он изучил мишнатора рамбама который тысячи лет назад в египте он написал все законы торы от начала до конца 14 томов все законы которые истории все разъяснил до до деталей так вот равйосиф короб 500 лет назад изучил полностью книгу мишнатора рамбама все законы изучил полностью комментарий на талмуд в талмуде все идет не подряд а по своей логике есть особо логика талмуда в талмуде есть комментарии рабейну ашер тысячу лет назад он жил в европе он написал по талмуду на каждый лист он написал законы которые следуют из этого листа талмуда и до этого жил в марокко рабейну его звали риф раби ицках он жил в марокко из мудрецов еще толку этих из вавилона они переехали в марокко и он написал тоже комментарий на талмуд где выписал толк полностью все именно только законы теперь равйосиф короб он взял изучил всех этих три главных источника именно закона как действовать и все это сгруппировал по темам и написал сборник закона в еврестиях шелхана рух по которому живет весь еврестий народ уже 500 лет живет весь еврестий народ или те которые говорят я не хочу соблюдать божественный закон они отпадают и исчезают отпадают и исчезают отпадают и исчезают то есть те евреи которые есть сегодня это те кто держится за этот шелхана рух чего начинается шелхана рух первый закон шелхана рухи такой что представляю что ты все время стоишь перед богом это большое правило заклад гадоль это большое правило которому следуют праведники праведники то те кто право идут все время на право они поступают правильно да правильно они поступают не понял как же так как они поступают правильно очень просто. Праведник, он первым делом, прежде чем принять решение, он внутри присоединяется ко Всевышнему, контактирует со Всевышним. Представляет, что ты стоишь перед Богом. Он отключается от внешних обстоятельств и он внутри подключается ко Всевышнему. Он говорит, для меня главное, чтобы я шел всегда к тебе. У меня нет другого пути, а только к тебе. Только выполнить твою волю. Это мое единственное главное намерение и желание соединиться с тобой. То есть, ты мне дал жизнь. Я знаю, что я выйду из этого тела. Опять вернусь к тебе. Поэтому, какие у меня могут быть еще вопросы в жизни и проблемы? Никаких. И когда ты представляешь, что ты стоишь перед Богом, что весь Ошемленный где томит, у тебя в этот момент пробуждается твоя высшая божественная сущность. Как Яаков, про отец еврейского народа. Он был Яаков. А когда он победил ангела, он стал Исраэль. Он стал Исраэль. Это Яшар-Ле-Эль. Прямо к Богу. Он соединился с Богом. То есть, он внутри поднялся. У каждого из нас есть этажи. Иногда ты можешь быть как животное. Человек, когда спит, он вообще просто, даже не как животное, он просто такая тряпочка. Значит, потом, иногда человек может быть злым, иногда он может быть слабым, иногда он может быть таким, таким, таким. Но иногда каждый из нас может быть святым. В какой момент можно стать святым? Когда ты внутри обращаешься к свящему и говоришь, я полностью твой, для меня главное это твоя воля. Все. В этот момент ты, оп, поднимаешься на уровень Исраэль, прямо к Богу. И тогда, на всех своих путях познавай Бога, сказал царь Соломон, и он выпрямит все твои дорожки. Оп, тогда все твое решение будет правильным. Или же есть такое, царь Давид говорил, Абутех Башем, тот, кто уверен в Боге. Бутех, это у тебя есть уверенность, что Бог все твои вопросы решит. Хесет Исовевенгу, его будет милосердие божественное окружать. То есть, тогда, куда бы ты ни пошел, пошел ты прямо, нет собаки, пошел направо, нет собаки, пошел налево, тоже все отлично. То есть, главное не в твоих решениях, не куда ты идешь, а кого ты выбираешь в этом решении, Всевышнего или Карла Марца? Всевышнего или соседку Любу? Или там, не Любу, а Марту какую-нибудь, да? Соседка Марта. Хорошо, друзья, все, с этим всем понятно. Теперь мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, и сегодня у нас недельная глава Беолодка, в Израиле изучают эту главу, и в этой недельной главе мы дошли до того, что сказал Всевышний, вчера мы изучали, приносить жертву Песах. То есть, каждый год в определенное время, 14 Несана, вспоминать о чем? Что Бог вывел нас из Египта, были мы рабами в Египте, и Бог тут же с помощью чудес, море раступилось, 10 казней, все, и Он нас вывел из Египта, и есть путь из рабства на свободу. И Всевышний нам напоминает не только в Песах об этом, Он нам напоминает об этом все праздники, каждый шаббат. Мы говорим, Зехер Лейцят Мицраем, в память о выходе из Египта, в память о выходе, вся наша жизнь, два раза в день, в Шмае Сраиле утром, в Шмае Сраиле вечером, в память о выходе из Египта, есть выход из рабства. Теперь, когда мы об этом вспоминаем, значит, все, дальше Бог говорит, Бог говорит после этого Маше, после этого Он Маше говорит так, значит, один закон будет для пришельца и для уроженца земли, имеется в виду и те, кто родились евреями, и те, кто стали евреями, для них одинаковый закон. То есть, они вспоминают, может сказать пришелец, а я же там не выходил, какой выход из Египта, я же там не стоял у горы Синаи, Тору не получал. Наоборот, вот когда ты принимаешь Тору, если те, кто принимают иудаизм, они конкретно стоят у горы Синай и конкретно, лично, индивидуально получают Тору от Всевышнего, их душа присоединяется к душе Авраама, первого еврея. Поэтому все, кто принимают иудаизм, они становятся Бен Авраам. То есть, он, неважно, как кого звали, он, когда его вызывают к Торе, потом говорят, там, Иван, сын Авраама, или там, Степан, сын Авраама. Все. А если молятся за здоровье, то молятся по маме, они становятся, как сыновья Сары. Ну, так, понятно, да? Имя, кстати, тоже каждый выбирает себе имя, которое еврейское имя, это как духовное имя. Все имена евреи, они имеют, они имеют значение, как у индейцев, например, да? У индейцев есть имена, имеющие значение, и у евреев есть имена, имеющие значение. Если, например, имя Ицхак, оно переводится, будет смеяться. Имя Шмуэль, это услышал Бог, да? Имя Моше, это тот, кого вытащили, вытащил Всевышний из воды, да? Моше, это как его вытащили из воды. Батья, прекрасное имя. Тебя как зовут? Батья. Что это значит, батя? Дочка Бога. А тебя как зовут? Эстер. Что значит Эстер? Скрытая. Я скрытная на русском. А вас как зовут? А меня зовут, например, там, ну, Давид, я не знаю, как переводится имя. Шломой, это Совершенный, да? А вас как зовут? Совершенный. Очень хорошее имя. Некоторые берут двойное имя или тройное имя. Тоже хорошо, то есть ты как бы про себя сразу именами рассказываешь историю. Кто ты? Какой ты? Хорошо. И вот, значит, мы начинаем читать дальше. Потом поставили мешкан. Мешкан, это передвижной был храм. И облако покрыло мешкан по направлению к шатру откровения. А с вечера зарева, подобная огню, появилась над мешканом до утра. Значит, представьте ситуацию. Вот они, Мушарабейнов собирает, это был сборный мешкан. Он был не маленький, а огромный такой. Мы уже изучали, как был устроен это. На русске почему-то ее называют стиния. Это стиния. Значит, выстроили это все. И тут вдруг с неба опускается облачный столб и зарево, подобно огню. И оно до утра. И так было всегда. Облако покрывало его, а зарево, подобно огню, было ночью. Днем облако, ночью это облако сияет. Представляете вообще? Это удивительное было зрелище. Итак, и только когда облако поднималось от шатра, сыны Израиля отправлялись в путь. А в месте, где облако опускалось, сыны Израиля располагались станом. По слову Бога, отправлялись сыны Израиля в путь, и по слову Бога, располагались станом. Все дни, пока облако покоилось над мешканом, они стояли станом. И даже когда облако задерживалось над мешканом много дней, соблюдались и на Израиля то, что Бог сказал им, и не трогались в путь. Иногда случалось, что облако оставалось над мешканом всего несколько дней. То есть представьте, вот огромный ладий, 600 тысяч мужчин, там 2 миллиона всего человек. И вот они, значит, пустыня. Это не там зеленые какие-то поля, пустыня. Значит, они живут в шатрах, у них и стада, верблюды, какие-то овцы. То есть все это очень достаточно тяжело все это собрать. И тут поднимается это облако над шатром. Дальше будет что? Трубят трубы. Надо идти. А они, значит, все собираются, собираются. Выходят первый ладерь, второй они шли как военным порядком были. Вот эти вот станы их, да, военные. Выходят они один отряд, второй, третий, четвертый. Только они вышли, прошли один день, облако опустилось. Все, значит, облако опустилось, здесь будет наш ладерь. Расположились. Только они расположились, прошел день, опять облако поднимается и идет. Они опять собираются, опять выходят. Потом, значит, когда говорят, что было 40 лет странствования по пустыне, это не было 40 лет странствования. Были переходы, занимающие один день, а были стоянки, в которых они стояли 10 лет. 10 лет они стояли на одном месте. И каждый день они никогда не знали, может быть, им завтра выходить. И они, самое здесь сложное было, пишет Равшимшин Рафаэль Гирш, самое сложное было им не собраться и идти. Как раз собраться и идти, это было не так сложно. Самое сложное было стоять на месте. Ведь они же знали, что они должны прийти к какой-то точке, они не должны были быть в пустыне. И вот здесь Бог тренировал их вот этому послушанию и вот этому состоянию жизни, когда ты ничего себе не выдумываешь, когда ты никуда не спешишь, когда ты знаешь, что есть Бог, который сотворил мир, сотворил тебя. Он тебя обеспечивал, обеспечивает и будет обеспечивать. И ты, самое главное, к чему ты должен прийти, это к тому, чтобы перестать париться, перестать волноваться, перестать бояться, перестать выдумывать какие-то вещи, которые ты думаешь, что они тебе принесут пользу. Всевышний знает, что тебе принесет пользу. Тебе нужно сосредоточиться на том, чтобы делать то, что хочет Всевышний. Все. И вот это они тренировались. Тренировались они, и Бог объяснял Маше так. Значит, написано, что бывало, что облако оставалось только с вечера до утра. Облако поднималось утром, и они отправлялись в путь. Или бывало день и ночь, а затем облако поднималось, и они отправлялись в путь. Или бывало два дня, или месяц, или год. Когда облако оставалось над Мешканом долгое время и поколось над ним, сыны Израиля стояли с Таном и не трогались в путь. Когда оно поднималось, они отправлялись в путь. По слову Бога, они располагались с Таном и по слову Бога отправлялись в путь. Аль-Пи-Ашем-Ихану, в Аль-Пи-Ашем-Исаау. По слову Бога, Аль-Пи-Ашем, как только Бог им давал сигнал, они останавливались. Аль-Пи-Ашем, как только Бог давал им сигнал, они ехали дальше. Эт-Миш-Мэр-Эт-Ашем-Шам-Ру. Они постановление Бога соблюдали по слову Бога и через Мошер-Аббену, его пророка. Дальше Бог сказал Моше, сделай себе две серебряные трубы, выкованные из одного куска, сделай их. То есть, были специальные серебряные трубы из одного огромного куска серебра, значит, слиткой их сделали. И они трубили специальным сигналами. Были специальные сигналы, которые обозначали, здесь перечислены все эти сигналы. Значит, и будете вы трубить и в день вашей радости, и во время ваших праздников, и в начале ваших месяцев будете трубить трубы над своими жертвами восхождения, над своими жертвами мирной трапезы, и будут они напоминанием о вас перед вашим Богом. Я Бог, ваш Бог. Все. То есть, мы сегодня из отрывка в недельной главе, мы поняли важнейшую вещь, что человек, человек, который хочет жить правильно, единственный способ правильно жить, нет другого способа. правильные решения, правильная жизнь, правильная. Правильное – это как сказал Всевышний. Все остальное – это измышления, которые все неплохо заканчиваются. Все остальные способы принятия решений, кроме как решать то, что Бог сказал добром, и то, что Бог сказал злом, не делать. Зло не делать, добро делать. Правильные решения – это праведник, это тот, кто живет по божественным заповедям. Все остальные экспериментируют, фантазируют и плохо заканчивают. Теперь сегодня мы заканчиваем изучение, мы хорошо заканчиваем. Мы изучаем книгу Мишлей, притча царя Соломона, в которой мудрейший из людей царь Соломон поделился с нами своей мудростью, и не просто поделился, а его целью было, чтобы мы эту мудрость поняли, поэтому он делал притчи, это как он в понятный язык заворачивал самые высокие, выдающиеся мудрость, которая божественная мудрость, а он ее конвертировал в понятный язык для того, чтобы простые люди поняли. Но так как эта книга была написана 2800 лет назад, и за это время чуть-чуть изменилось мировосприятие людей, не чуть-чуть, а конкретно изменилось, то пришлось разбираться в том, что он пишет очень сильно, и я постарался сам понять, и теперь постараюсь передать вам это понимание. Значит, сегодня мы из 31 главы мы выучим, 31 глава самая часто повторяемая глава притчи, потому что в ней есть знаменитая песня «Конец книги притчи царя Соломона» это песня «Кто найдет доблестную жену? Цена ее намного выше, чем жемчуг». Это хит, это бестселлер, который прозвучал за всю историю человечества больше всего раз, чем любая другая песня. Откуда я знаю? Потому что эту песню лично я пою своей жене вместе с сыновьями, со всеми гостями каждую пятницу, вечер пятницы, перед вечерней шабатней трапезой все поют эту песню, посвящая ее женщинам. Значит, «Эшеткааль Минца», «Кто найдет доблестную жену?» Цена ее намного выше, чем жемчуг. Муж во всем полагается на нее и не знает недостатка ни в чем. Воздает она ему добром в средней жизни своей и так далее. Поразительная вещь, что эта песня на иврите написана по алфавиту. Каждый отрывок начинается со следующей буквы алфавита. Алиф, Бет, Диму, Далет, Эй от Алиф до Тав последняя буква алфавита. И последний отрывок этой песни и последний отрывок книги Мишлей я прочту в конце урока. Сейчас у нас есть еще несколько минут. Значит, я начну с того, что в 31 главе есть песня «Эшеткааль» начинается с 10-го отрывка главы. А до 10-го отрывка мама царя Соломона, которую звали Батшева. Батшева увещевает своего сыночка. Прямо так и начинается слова к царю от Бога, речи которыми увещевала его мать. То есть мать, когда его увещевала, она говорила от имени Всевышнего. Понятно, да? Что она ему говорила? Что сынок она говорила? Что сын моих обетов? То есть Батшева вообще, когда мама рожает детей, особенно в то время, они очень сильно была опасность для жизни. То есть женщина после родов в том же шелхонор сборник законов, она приравнивается к больному при смерти. То есть опасно, смертельно опасно больной, который может умереть. Почему важен статус роженицы? Потому что для человека, который умирает, можно нарушать все заповеди Торы. То есть можно нарушать, кроме и дала поклонство разврата и убийства. Все остальное для нее можно делать. Нарушать шаббатом и так далее. То есть было женщине рожать на протяжении всей истории человечества. Это каждый раз пройти по грани между жизнью и смертью. И потом ребенок, если он доживал до 5 лет, это тоже было чудо, за которое нужно было благодарить Всевышнего. Невероятно, потому что 50% детей умирали в первые годы жизни. Теперь и она ему говорит, что сын моих обетов, мама, которая хотела выжить во время родов, детей боли, никаких обезболивающих, ничего, и которая хотела, чтобы ее ребенок выжил, она обычно брала разные обеты перед Богом. Бог, я тебе обещаю, я все буду делать, все только, чтобы я выжила, чтобы сыночек выжил. И вот здесь она ему говорит своему сыну, царюшал Соломону, она говорит, ну что, сын мой, сын моего живота, сын моих обетов, она ему напоминает, что я твоя мама, я тебя родила, я дала тебе жизнь, не было бы меня, не было бы тебя. Аль китенли нашим хелеха, она ему говорит, не давай женщинам свою доблесть. Царь Соломон, как известно, был женат на 700 жен, 700 жен, и 300 у него было плюс еще наложниц. Он это делал, естественно, с целью привести Машеха и привести весь мир к знанию о Боге. Он преуспел, например, потомки царицы Савской, они до сих пор, они соблюдали заповеди, и вот эти вот эфиопские евреи, которые сейчас приехали в Израиль, они как раз эфиопские евреи, это потомки царя Соломона и царицы Савской. Но она ему говорит, ты, сыночек, перебарщиваешь, ладно, у меня была бы одна невестка, а у меня 700 невесток, и ладно, ты бы с одной, с двумя, с тремя как-то ты с ними, но у тебя же 700, и ты всех стараешься удовлетворить, всем стараешься помочь и так далее. И она ему говорит, не отдавай женщинам свою доблесть, она ему говорит, ты перебарщиваешь, ты как бы сделал ставку, царь Давид хотел мечом все окрестные народы заставить служить Всевышнему, а царь Соломон хотел через мир, через показать красоту Торы, показать храм, он построил храм, к которому приезжали все народы мира и восхищались этим храмом и тем, насколько великая мудрость была передана Всевышним в Торе. Но она ему говорит, не надо отдавать женщинам свою доблесть, удрахеха лямхот млахим, и не веди себя как другие цари, потому что царь Соломон, он хотел всех поразить, что божественная мудрость это также и женщины, и деньги, и у него была, улицы были прямо все покрыты серебром, золотом, у него каждая трапеза у царя Соломона, это было там десятки тысяч людей, повара лучшей мира, то есть он полностью старался всех поразить божественной вот этой красотой и силой. И она ему говорит, сынок, мне кажется, что ты перебарщиваешь, не надо отдавать женщинам свою доблесть и твои пути как остальные цари. И дальше она ему говорит, видно, был один момент, когда он женился на дочке царя Египта, это как сегодня жениться, например, даже не на дочке Байдена, а на Байдене. То есть на сегодня ну как бы жениться на дочке Байдена это не во власть, он же не царь, он всего лишь избранный Байден, да, египетский фараон, он был в глазах Египта, это был Бог, да, воплощение Бога, и его, то есть он был что-то такое невероятное, непререкаемое. Жениться на дочке фараона, это было, это было как жениться на дочке Бога, да, то есть царь Соломон женился на ней, и такая была свадьба, что со всего мира приехали, приехали люди, все, и он проспал, и вот она утром ему говорит, проспал он внутреннее жертвоприношение, а он открывал сам храм, там были, ну то есть он именно участвовал, для него главное было служить Богу, и тут он проспал, и она ему говорит, четвертый отрывок, нехорошо царям пить вино, она ему говорит, а для знающих тайны нельзя пить шехар, шехар это крепкие алкогольные напитки, она ему говорит, нельзя пить, сынок, ты куда вообще, ты царь, ты, ты знающий тайны, ты знаешь все тайны мироздания, ты язык птиц понимаешь, ты, ты все, почему ты пьешь вино, и почему ты пьешь шехар, да, крепкие алкогольные напитки, и она ему дальше объясняет, пен иште потому что ты можешь выпить и забыть то, что у тебя выгравировано внутри, на твоих скрижалях твоего сердца, та тора, которую ты выучил от отца, которую ты знаешь, и ты можешь неправильно судить бедных людей, она ему говорит, это ужасно, у тебя должно быть прозрачное, чистое восприятие, и дальше она объясняет, это очень интересно, вот про алкоголь, ну шехар ли увет, она говорит, нужно давать шехар крепкие алкогольные напитки для тех, кто потерялся, увет это с алифом пишется, да, это человек, который потерянный в своей модели мира, знаете, сколько потерянных людей в модели мира, депрессией страдает 10% населения Земли сегодня, причем большая часть живет в странах развитых, 10% страдает депрессией, 80% живут в стрессе, почему, потому что они потерялись, они не понимают, что нужно встать, радоваться, все есть для радости, нет, они живут в стрессе, это называется потерялись, поэтому они много пьют, и она говорит, действительно, таким лучше пить, тот, кто потерялся, тот, кто потерялся в своей модели мира, лучше выпей и, как бы, сотри, второе, дальше, теперь, а янь, вино кому дать, тем, кто, морей нефеш, те, кто грустные, они выпьют и забудут свою бедность и труд твой, свой, не будут помнить больше, в общем, она ему говорит про алкоголь в следующей вещи, что, сынок, алкоголь, тебе, царям, знающим тайны, пить нельзя, но человек, которому грустно, которому плохо, который, который потерялся, ему можно выпить, чтобы как бы обнулиться и начать сначала, но тебе нельзя, дальше, она, глава продолжает про Эшет Хайль, кто найдет доблестную жену, и последний отрывок, все, последний отрывок, он такой, заканчивается книга Мишлей, отрывком, ну, ла дайте ей, этой женщине, да, Эшет Хайль, эх, тут такие вещи еще есть красивые, но сегодня не успею, последний отрывок, 31 отрывок, 31 главы, так интересно, что заканчивается именно 31 отрывок, 31 главы, звучит так, ну, ла дайте ей, миприя дея, от плодов ее рук, в ия лилуа, бешари масия, и будут прославлять в воротах ее дела, значит, здесь говорят, что эта женщина, жена, она, это метафора и на интеллект, и на душу человека, в итоге, каждый человек получает плоды своих рук, вся его жизнь, каждого человека, это то, что он делает, и если дела твои угодны Всевышнему, да, предыдущий был отрывок, что Шекера Хен, обманет Хен, это миловидность, в Эвеля Йофи, как пар уйдет красота, все в этом мире превратится в пар, Иша и Раташем, женщина, которая трепещет, боится Всевышнего, которая связана со Всевышним, и Тит Алаль, она будет прославляема всегда, ну, лами прия дея, дайте ей вот плодов ее рук, вэ лилуа, и будут прославлять бешари масия, в воротах ее дела, и пускай прославляют в воротах, пускай, каждый из нас, пускай сделает вещи, которые Всевышний будет рад, а если Всевышний будет рад, то будет рад каждый из нас, и в мире все будет хорошо, все, всем удачи, успехов, напишите, пожалуйста, свои выводы, то есть, все, что вы сегодня услышали, это, это как семена, это как, это как возможности потенциальные, если вы берете что-то из этих семян, и начинаете внутри себя выращивать, то они дадут вам плоды, плоды, вот эти вот хорошие дела, правильные поступки, хорошая жизнь, хорошее отношение с людьми, но главное, чтобы были хорошие отношения со Всевышним, все начинается с того, что ты спрашиваешь Всевышний, я хочу знать, что ты хочешь от меня, а мое желание сделать то, что ты хочешь, чтобы я сделал, и тогда все ваши решения будут правильными, все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok